Сегодняшний мой доклад будет «Визит Николая I в Закавказье». Это чисто историческое сравнительное анализ. И что вот интересно, что вот после Тюртманчатского договора в царствовании Николая I одним из важных событий для нашего региона стал визит российского императора на Кавказ. Оно носило не только познавательный характер, но и, как отмечает русский историк Гордень, поиски всех русских самодержцев по империи преследовали прежде всего политические цели. В 1837 году визиту Николая I годом ранее предшествовали успехи предводителей Горсов-Шамиля против регулярной русской армии. В это же время в Петербурге было принято решение организовать поиску Николая I к южным рубежам империи. Но это уже после того, уже 10 лет, был освобожден Ереван, Ереванская крепость, и был организован его визит. О визите Николая I за Кавказье в своей работе упомянул Александр Еритян, работа католикосат всех армян и кавказской армяне в XIX веке. Кроме этого, российский историк Адольф Бержи подробно представил путешествие императора в статье «Император Николай на Кавказе» в 1837 году, опубликованное в журнале «Кавказская старина». Замечательные сведения сообщает в своих мемуарах начальник третьего отдела граф Александр Бенкендорф, записавший разговор с Николаем I о поиске на Кавказ. Исследования Александра Еритяна и Адольфа Бержи весьма похожи друг на друга, и можно предположить, что Еритян использовал исследования Бержи при составлении своей работы. А если точнее, то и перевел его, добавив свои комментарии. Для обоих история путешествия Николая I начинается с путешествий из Крыма на Кавказ, а в мемуарах Александра Бенкендорфа описан весь путь от Петербурга до Еревана. В нашей армянской действительности широкую известность получили оставленные Александром Еритяном сведения о поиске Николая I. Он с 1860-х годов работал в Комитете по изданию документов, акты Кавказской афеографической комиссии под редакцией Бержи. В Тифлисе о визите императора узнали только в марте 1837 года. Была сформирована комиссия под руководством генерала-лейтенанта Фролова, которая должна была изыскать средства на улучшение дорог. Однако, как отмечает Адольф Бержи, привести в порядок дороги в плохом состоянии за 5-6 месяцев не представлялось возможным. Весь регион лихорадочно готовился к встрече императора. Здесь следует отметить, что Николай I остался доволен выполненными работами и после возвращения в Петербург, высказал свое мнение о отремонтированных дорогах графу Бенкендорфу. Если раньше пришеду было трудно пройти по тем дорогам, то теперь легко может пройти карета, и все благодаря усилиям барона Рознана. Александр Ейтян, давая те же сведения, также сообщает, что император изъявил желание приехать в Ичмиоцинь. Армянский католикос Уванес Карпицы обращается к барону Розена, чтобы последний позволил ему повсюду созвать собрание среди армян, чтобы восстановить Ичмиоцинь. Но католикос, не собрав достаточных средств, вынужден был довольствоваться тем, что было под рукой. Николай I, 24 сентября, попрощавшись с князем Александром, великим князем Александром в Керче, на корабле «Северная звезда» отправился на Кавказ. 27 сентября он прибыл в Редут-Кале, где он его встретил наместник Кавказа барон Розен. Отсюда они направились в зуд гид, езденцу Левина Тадьяна. На следующий день царская свита прибыла в Эмиретию, где была встреча воевода Эмиретии с почетным караулом. По воспоминаниям Бенкендорфа, 29 сентября царская свита, выйдя из Кутаисы, на следующий день прибыл в Сурам, а уже вечером 1 октября они были в Ахатсхе, где их приветствовали старейшине армянской общине, эмигрировавшей из Эржрума. Николай I осмотрел здесь городские сооружения, посетил мечеть, уже превращенную в православный собор, встретился еще и архиепископом Карапета. Об этом сообщает нам Александр Елицин. После этого, отправляясь из Ахатсхе, свита достигает Ахалкалака, а затем Гюмри. Все три автора говорят об основании русской церкви Святой Александрии и переименовании Гюмри в Александрополь. Однако Еритян и Бержене рассказывают о встречах Николая I в Гюмри и экскурсии по городу. Об этом нам сообщает граф Александр Бенкендорф. Здесь император встречается с советом армянских старейшин, эмигрировавших из Карса. Наблюдает за работами вновь построенной крепости. Эта крепость сейчас у нас называют Черной крепость в Гюмри. И встречается с эраскяром Эрзрума Мухаммад Асад Пашой, прибывшим в Гюмри по особому приказу судов. Покинув Гюмри, император переезжает в Ишмиоцене Ерева. Согласно мемуарам Бенкендорфа, при въезде в село Мастара, Николай I вошел в Армянскую область, где его встретило руководство области. А сюда они отправляются в Сардар-Абат, где должен был ночевать император. Он был впечатлен и восхищен местной природой, даже в Петербурге не мог забыть прекрасный Арарат. Николай I вспоминает, Здесь край становится еще живописнее. Арарат открывается во всем своем величии, образуя заданный план картины и невольно переносит мысль по вспоминанию о седой старине. По общепринятому мнению, которое пустил в оборот Александр Ейцен, Николаю I не посчастливилось увидеть гору Арарат. И даже глядя на гору с балкона своей гостеприимной квартиры в Ереване, он произнес следующие слова. Я посетил святую гору Арарат, но она была скрыта от меня, и я не видел ее. Я не знаю, он должен снова увидеть меня сам. 5-6 октября действительно была дождливая погода, о чем в своей статье пишет и Берже. В те дни Арарата не было видно из Еревана. Однако Адольф Берже ни слова не говорит о заявлении, сделанном Николаем I, когда он был в село Мастаре. Из Сардар-Абата император направился в Вичмиадин, где его встретил и приветствовал армянский католикоз Ованес Карбетси. Ованес Карбетси фактически не произнесел речи в Вичмиадине, а просто послание было доставлено Николаю I в письменном форме. Но Берже высказывает другое мнение, говоря, что сообщение было коротким и эмоциональным. Николай I сообщает, что армянский католикоз Ованес Карбетси не говорил по-русски, но приветствовал его дважды. А переводчиком был прокурор Синода Ичмианцийского, уже упомянувшим, Корганян или Корганов. Последний выступает в роли переводчика. По окончании богослужения государ выразил желание осмотреть монастырские редкости и драгоценности, между которыми особенно известностью пользовалась древняя патриажа корона. Ну, там, что было с короной, мы не будем об этом говорить. После этого Николай I пожертвовал Эчмиацину тысячу червонцев. Императорская свита прибыла в Ереван из Эшмиатина, где император провел ночь. На следующий день, 6 октября, состоялась встреча с делегацией из Персии во главе с малолетним наследним принцем Насар-эд-Дином, которого ввели в зал за руку эмир Низам Мухаммед-хан и барон Роса. У Николая I был довольно жесткий разговор с персийской делегацией. Подробности этой встречи описаны с Бенкендорфом и у Берже есть информация. С начала XIX века, когда на Кавказе появились русские войска, большое количество дезертиров перешли границу и бежали в Персию, где русские солдаты позже сформировали воинские части. Это явление продолжалось до конца 30-х годов. Основной причиной дезидирства, авторы об этом говорят, была морально-психологическая атмосфера, царившая в русской армии, и тяжелое социальное положение. В самом начале встречи Николай I, усадив соседа Тесаревича к себе на колени, сказал, вспомни тот час, когда ты сидел на коленях у российского императора и подарил Тесаревичу дорогой Персии. Затем он начал свой разговор с делегацией из Персии, выразив надежду, что дружеские отношения сохранятся и после Туркменчанского договора, он тем не менее заявил, что сформирование из русских дезертиров батальоны, сформированные на территории Персии, должны быть расформированы в короткий срок, в течение трех месяцев. Иначе отношения с Тегераном испортятся, и вопрос будет решен только путем войны. Эту информацию мы получаем из статьи Адольфа Бюрже в кавказской старине «Император Николай на Кавказе в 1937 году» и «Самсон Хан Яковлевич Макинцев и русские беженцы в Персии», которая была печатана в русской старине. Эта информация подтверждается и в мемуарах Бенгендорфа, где Николай I рассказывает о ходе переговоров. Мы думаем, что это было важным событием, потому что позже мы видим, что Персия, вынужденная принять требования русской стороны, избегает новой войны. Война, в которой Армения в нем окажется на театре военных действий. И в течение года просьба российской стороны была удовлетворена, и Российской империи было передано 1084 человека. Таким образом, в 1837 году поездка Николая I на Кавказ стала важным событием для края. В этот период восприятие кавказского вопроса в российской действительности было весьма противоречивым. С одной стороны, по традициями романтизма, господствующим в литературе, находилось воспаление чудесной природы Кавказа и свободолюбия и нрава горца. С другой стороны, визит Николая I, идея рассматривать Кавказ как свою территорию с позиции государственной идеологии. Да, действительно, визит Николая I был еще и политическим, и официальным визитом, можно это так сказать. Спасибо, если есть какие-то вопросы.